На прошлой неделе Путин, выступая по видеосвязи на саммите G20, говоря о конфликте в Украине, заявил, что, цитата, «мы должны думать, как прекратить эту трагедию». Ну и при этом он напомнил, что Россия якобы никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной. Основной задачей НАТО остается предотвращение военной эскалации с Россией. Об этом уже сегодня заявил генсек организации Йенс Столтенберг. По его словам, такое противостояние принесло бы еще больше страданий, смертей и разрушений. Нужно ли Москве перемирие в Украине? Что от этого выиграет Кремль и Путин? Обсудим прямо сейчас с политологом Аббасом Галямовым. Аббас, здравствуйте. Спасибо за ваше время, что вышли к нам. Тема мирных переговоров, тем не менее, все равно возвращается в актуальную повестку. К какой стороне конфликта, на ваш взгляд, эта передышка в боевых действиях сейчас более выгодна? Ну так это определяется не политическими факторами, это определяется факторами военными. Высказывание Путина на прошлой неделе – это сигнал о том, что Кремль готов к заморозке конфликта? Или пока рано об этом говорить? Нет, 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 почему? Путин чувствует, что он понимает, что запрос общества на мир усиливается, а Путин по мере приближения к выборам, он все меньше может позволить себе игнорировать общественный запрос. Поэтому я думаю, такого в его риторике будет и дальше больше, и в ходе кампании. Я думаю, он даже кому-нибудь из так называемых ястребов, не знаю уж там, Медведеву, Соловьеву или Симонян, кому-нибудь и по рукам даст обязательно, для того, чтобы продемонстрировать избирателям, что вот нет, царь у нас адекватный. То есть есть там отдельные бояре, которые подметки рвут на ходу, но это не мейнстрим. Мейнстрим – адекватность. Поэтому вот исходя из того, что он говорит о мире, о желании переговоров, вовсе я не готов сразу сделать вывод о том, что он реально готов к миру. Ему нужна победа, ему не мир нужен. И если он надеется на то, что Украина… Ну то есть не получилось, Блицкриг сделать не получилось. То есть идет война на истощение. Если он рассчитывает на то, что в этой войне на истощение Украина проиграет больше, чем Россия, то есть ресурсы Украины истощатся быстрее, чем ресурсы его режима, то тогда он будет затягивать этот конфликт на столько, сколько понадобится, чтобы Украина, так сказать, окончательно сдалась. И при этом он все это будет сопровождать периодически разговорами, так сказать, о мире, то есть успокаивая, собственно, общественное мнение. То есть чтобы люди не подумали, не дай бог, что царь, так сказать, совсем неадекватный и, значит, чересчур уж воинственный, да, чтобы не пришло в голову, значит, выступить против него ни народу, ни элитам. В общем, это заигрывание с общественным мнением. То есть правильно я понимаю, что в свете, на фоне предстоящих электоральных мероприятий в марте следующего года под названием президентские выборы, Кремлю в идеале понадобились, нужны были бы победные реляции, но поскольку прорывов на фронте не ожидается, сейчас они запускают такую альтернативную, переходят к плану Б и вырубают на полную тему с миром или заморозкой конфликта. Правильно? Да, конечно. То есть понятно, что песок – плохая замена овцу. Разговоры о мире – это очень плохая замена победе. Но если уж победа не пахнет совершенно очевидно, то тогда давайте вот говорить о мире. Повторюсь, потому что общественный запрос ровно такой. Воевать до бесконечности, тем более эскалации, давайте массовая мобилизация, давайте национализация экономики, давайте дальнейшие репрессии в отношении недовольных. Вот этого общества точно в подавляющем большинстве своем точно не хочет. И если можно играть с этими инструментами в какой-нибудь другой ситуации, то в преддверии выборов, конечно, это чревато. Поэтому, да, это всего лишь игра. Это попытка лишить общества такого, знаете, если люди увидят, что он совсем неадекватный, оно может мобилизоваться и свергнуть его. То есть так же революция происходит, так происходят заговоры. Вот чтобы этого не случилось, надо демонстрировать адекватность. Чтобы видели люди, что он воюет не потому, что он хочет этого, а потому, что он вынужден на обстоятельства вот такие. Украина не хочет садиться за стол переговоров, дескать, вот какая Украина плохая. Ну вот как-то так. Вот как интересно, уже второй спикер, сначала Давид Шарп, и теперь вы, Аббас, заканчиваете комментарий как раз с темой возможной революции. Аббас, спасибо вам за комментарий, за ваше время. Это был фрагмент программы «Воздух» на канале Ходорковский и «Лайф». Маленький кусочек. Чтобы смотреть наши видеотрансляции в полном объеме, обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайки. Это очень важно для нас. Берегите себя.